Сейчас на экраны выходит большое количество новых фильмов, начиная от радостных отсылок к золотому веку научной фантастики и заканчивая мрачными, современными триллерами-антиутопиями. Это прекрасное время для фанатов этого жанра, но какие фильмы стоит посмотреть? В этом ролике представлены лучшие научно-фантастические фильмы 2020 года. Этот фильм, посвященный внеземным событиям, был снят за деньги, которые были равны лишь малой части бюджета некоторых лучших научно-фантастических фильмов 2020 года, но вы вряд ли заметите это при просмотре. Главные герои фильма – телефонистка Фэй и радио-диджей Эверетт, живущие в 1950-х годах. Они решают исследовать источник странной чистоты, которую оба улавливают тихой ночью в маленьком городке. – Я звоню, и, собственно, большие объекты держат на мою землю, как певец! Сценарист и режиссер Эндрю Паттерсон использовал все трюки инди-фильмов, чтобы воплотить в жизнь свой дебют в полнометражном кино, создав несколько красивых и очень шумных кадров с помощью всего лишь по две социфровой камеры и карта. Весь фильм был снят в маленьком городке Уитни, штат Нью-Мексико, где местные жители были более чем готовы помочь. На самом деле Паттерсон позаимствовал вышеупомянутый карт у местного подростка. Фильм Бескрайняя ночь дебютировал на фестивале в 2019 году и быстро был выкуплен компанией Amazon, которая выпустила фильм на стриминговом сервисе Prime в мае 2020 года. В интервью Movable Fest Паттерсон говорил о своем первом фильме, это то, чем я очень горжусь. Все, кто работал над этим фильмом, с тех пор, как состоялась премьера год назад, были увлечены им и нашли творческие способы сделать его актуальным, так что этот фильм сделал все, что я мог себе представить. Теперь я очень надеюсь, что он может стать тем фильмом, который люди будут смотреть в течение нескольких десятилетий. Фильм был воспринят с энтузиазмом, и критики назвали его умным, сдержанным и хорошо сделанным видением классической истории инопланетного вторжения, поэтому на Rotten Tomatoes этот фильм получил хорошие оценки свежести. Если ваше настроение подходит для короткого и приятного фильма, который привлекает своей атмосферой и мастерством съемки, а не просто пытается ослепить зрителя спецэффектами, то Бескрайняя ночь определенно стоит вашего времени. Звезда фильма Паразиты Чхве Ущик играет одного из четырех отчаянных молодых людей, которые совершают дерзкое ограбление в южнокорейском научно-фантастическом боевике Время охоты. Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2020 года, став первой корейской картиной, показанной в специальной гала-секции фестиваля. За премьерой последовал широкий релиз на Netflix через несколько месяцев. Действие происходит в будущей версии Южной Кореи, искалеченной финансовым крахом. Антиутопический триллер режиссера Юн Сон Хёна следует за четырьмя главными героями, которые пытаются исчезнуть после того, как заступились за покровителей нелегального игорного притона. Очень быстро все выходит из-под контроля и погружается в море насилия, когда безжалостные убийца приходят за парнями, одержимые желанием вернуть деньги и жесткие диски, которые они украли. Во время интервью Korea Times Юн рассказал, что мрачная обстановка фильма на самом деле была вдохновлена поездкой в Америку. «Я помню, как был шокирован гиперинфляцией в Южной Америке, когда покупал безалкогольный напиток в магазине. Я также мельком увидел трущобы США, что позволило мне изобразить в фильме улицы разрисованные граффити» Однако, несмотря на все эти реальные прототипы, конечный продукт в полной мере южнокорейский. «Время охоты» качественно снято от начала до конца, а экшен не отпускает зрителей до последней минуты, что ценится в Голливуде. Variety отмечает в обзоре фильма, как только начинает реализовываться план главного героя, действие не замедляется на протяжении всего фильма. Hollywood Reporter назвал фильм «Время охоты» – форсированное упражнение с непрерывным напряжением. Второй полнометражный фильм ирландского режиссера Лоркана Финнигана, Vivarium, акцентирует внимание на том, что исследования называют реальным страхом современных пар остепениться и завести детей. Когда Том и его подруга Джемма решают купить свой первый дом, они обращаются к агенту по недвижимости, который рассказывает им о новом пригородном проекте. Парочка решает, что жить среди рядов одинаковых домов им не улыбается, но когда они пытаются уйти, то обнаруживают, что каждая дорога ведет обратно к дому, который им показал жуткий агент. – Немного 9? В то время огромное количество людей изолировалось в своих домах из-за пандемии COVID-19, и Финниган признал, что определенно есть некоторые, цитата, странные параллели с его фильмом. Он сказал Волчер, «Иногда мне кажется, что фильмы немного похожи на реальные события. Они появляются по тому принципу, будто все человечество объединено в единую сеть, и существует подсознательная нить, которая связывает все и всех вокруг. А фильмы – это просто проявление такого рода тревог, которые есть у каждого» Критики не могли не принять во внимание в своих обзорах сроки выхода, и совместно с Волк Визажес называют Vivarium, цитата, «идеальным фильмом ужасов на изоляции» Научно-фантастический фильм 2020 года, получивший новое значение во время пандемии, признанный критиками полнометражный дебют Ниссы Хардиман, Морские паразиты. Он рассказывает историю студента-морского биолога, который покупает место на рыболовном траулере, чтобы провести исследование поведения морской фауны. Героиня Гермионы Корфилд по имени Шио Бан не вписывается в выносливый экипаж судна, возглавляемый Капитаном Джерардом, которого воплотил на экране актёр Тю Грей Скотт. Но команда обращается к знаниям главной героини, когда в борту судна появляются неизвестные отверстия. Поскольку она единственная обладает водолазным снаряжением, Шио Бан спускается вниз, чтобы проверить причину, и обнаруживает гигантский организм с усиковидными придатками, но именно паразиты, которые кальмарообразное существо выпускает в воду, представляют реальную угрозу. Морские паразиты по существу – аналог Чужого в море. Хардиман отдаёт дань уважения режиссёру этого фильма, Ридли Скотту, путём создания жуткого телесного фильма ужасов, и ей удаётся воспроизвести то напряжение, связанное с клаустрофобией, которое и сделало Чужого таким привлекательным. Если вы чувствительны к кадрам с глазными яблоками, возможно, стоит пропустить этот фильм. Режиссёр сказала QuietEars, что их лодка была расположена, цитата, в нескольких днях пути от берега во время съёмок, создавая подлинное чувство изоляции среди актёров. Действительно тревожно быть на лодке, потому что это приводит к своего рода коллективной агорафобии. Здесь вы находитесь на вершине одной из наименее изученных биосфер на планете Земля. Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о глубинах океана. Платформа – испанский научно-фантастический триллер. Его действие происходит внутри так называемого вертикального центра самоуправления, похожего на башню сооружения, в котором находятся сотни заключенных. Каждый день платформа, заполненная достаточным количеством еды и питья для всех, спускается с верхнего уровня. Однако при этом многие голодают. Видите ли, жителям разрешено потреблять столько, сколько им хочется, т.е. те, кто находится ближе ко дну, получают объедки, если им повезёт. Режиссёр Гальдер Гастелло Урутия заявил Guardian, «Это аллегория о распределении богатства, которое является универсальной темой для обсуждения и дискуссий, существовавших всегда. Суть платформы в том, что речь идёт не о войне между теми, кто наверху, и теми, кто внизу. Всегда есть кто-то выше, а кто-то ниже» Сюжет раскрывает историю Горинга, которого обманули, заставив добровольно провести шесть месяцев в башне в обмен на диплом. Периодически перемещаясь с уровня на уровень, он своими глазами видит условия на нижних уровнях и решает взять дело в свои руки. Когда Горинга назначают на шестой уровень, он убеждает своего сокамерника Бахарата спуститься вместе с ним на платформу, распределяя по пути нормированные порции еды. Неоднозначная концовка фильма не отпугнула критиков, которым он в подавляющем большинстве понравился. New York Times восторженно написали, «Смесь фильма ужасов» и дискуссии о социальном устройстве, содержащая все присущие жанру черты в равной пропорции. Еще в 2017 году Мумия должна была стать первым фильмом в новой кинематографической вселенной, основанной на классических фильмах о монстрах компании Universal середины 20-50-х годов, но так называемая Темная Вселенная была отменена, когда блокбастер с Томом Крузом провалился в прокате. Первоначально планировалось, что Джонни Депп снимется во втором фильме Темной Вселенной, хотя он был исключен из Человека-невидимки, когда студия решила применить новый подход. Ли Уоннелл, снявший фильм из серии Пила, был привлечен к режиссуре, и ему была предоставлена свобода снимать фильм, который не должен был включать никаких ссылок на будущее франшизы. В результате получился захватывающий самостоятельный научно-фантастический фильм ужасов, который поразил критиков. В ремейке Уоннелла Элизабет Мосс играет Сесилию Касс, женщину, которая считает, что её преследует её жестокий бывший, несмотря на то, что он покончил с собой сразу после того, как она сбежала от него. Паранойя Сесилии приводит её обратно в огромный дом, который она делила с инженером-оптиком Адрианом Гриффином, где её растущие подозрения подтверждаются, когда она обнаруживает один из костюмов невидимок Адриана. Однако, прежде чем Сесилия сможет доказать свою историю, её невидимый мучитель становится невероятно жестоким, заставляя её бороться за свою жизнь. Мосс хорошо исполнила свою роль, а также помогла вне съемок. Уоннелл сообщил сайту Gizmodo, «Элизабет Мосс была моим самым большим активом и самым большим союзником. Благодаря тому объему сотрудничества, который у нас был, она в некотором смысле стала соавтором» Sonic в кино претендовал на то, чтобы присоединиться к длинному списку ужасных адаптаций видеоигр, когда появился первый трейлер, и поклонники отреагировали на дизайн главного персонажа со смесью разочарования и ужаса. Sonic выглядел слишком реалистично, что делало его скорее жутким, чем дерзким. Твиттер обратил особое внимание на причудливый выбор команды по визуальным эффектам, причем самым большим проколом были зубы Соника, сделанные, как у людей. Но в результате неожиданного шага, который в конечном итоге окупился, Paramount согласились на полную переработку одноименного синего ежа. Конечным результатом стал очаровательный и занимательный семейный фильм, который представляет Соника как инопланетянина, попавшего на Землю, чтобы спрятаться от тех, кто пытается использовать его суперскорость. Для среднего критика этого было недостаточно, но среди поклонников Соника этот фильм стал настоящим хитом. Фильм режиссера Джеффа Фаулера получил слабые оценки на Rotten Tomatoes, но зрители с удовольствием наблюдали, как Соник и шериф Том Ваковски в исполнении Джеймса Мартсона противостоят Джиму Керри в роли культового доктора-работника. Одним из критиков, который проявил некоторую симпатию к фильму, был Кит Стюарт из Guardian, который утверждал, что фильмы по видеоиграм не обязательно должны добиваться одобрения критиков. Они на самом деле работают не так, как другие крупные коммерческие проекты. Они многослойны в семиотическом, а не в эмоциональном или тематическом смысле. Эти фильмы создаются для фанатской базы, но в хорошем смысле. Николас Кейдж вернулся к своему привычному образу в фильме Цвет из иных миров – великолепно снятой тяжелой научной фантастики, основанной на рассказе Говарда Филлипса Лавкрафта, Цвет из иных миров. Это произведение для многих в съемочной группе имело большое значение, в частности, для режиссера Ричарда Стэнли, чья мать была поклонницей творчества Лавкрафта. – Я его читал, когда я 13 лет. Моя мама менялась в Лавкрафте, он был любимым автором моей мамы. Поэтому, когда появился шанс снять большую экранизацию, Стэнли решил вернуться в игру, и его возвращение послужило катализатором успеха у критиков. Цвет из иных миров раскрывает историю фермера Нейтана Гарднера и его семьи, которые оказались в пурпурном кошмаре после того, как метеорит, укрывающий внеземной организм, приземляется на их собственность. Странный, чужеродный свет распространяется по их сельхозугодьям, заставляя животных мутировать и превращая растения в разумные существа. Это умопомрачительный опыт, который мог провернуть только Стэнли. По словам Кейджа в интервью SlashFilm, из всех кинематографистов, которых я могу себе представить, кто попытался бы подойти к созданию инопланетного цвета, это удалось бы только Ричарду. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!